В ночь с 26 на 27 февраля примерно в час ночи наезд на пешехода был зарегистрирован на Тамерлановском шоссе. Здесь под колеса автомашины Ниссан попала 50-летняя женщина. Очевидцы происшествия на место ДТП вызвали патрульных полицейских и бригаду медиков. Врачи констатировали у пострадавшей травмы средней степени тяжести и госпитализировали ее в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас расследованием ДТП занимаются инспекторы дорожно-патрульной полиции. Стражи порядка выясняют, с какой скоростью двигалась автомашина и имела невозможность водителей сбежать ДТП. Материалы дела будут позже переданы в суд. Еще одно ДТП было зарегистрировано на улице Оскарова. Здесь в столкновении пострадали автомашины Opel Vectra и Toyota Camry. По словам очевидцев, оба автомобиля двигались в одном направлении. ДТП произошло в тот момент, когда впереди идущий Opel стал поворачивать налево. Я приготовился поворачивать налево и включил поворот. Мимо меня проехали две машины и я уже к тому времени сместился на крайнюю полосу. И в этот момент меня стала объезжать машина. Она шла уже, получается, по встречной полосе движения. Другое крупное ДТП произошло на углу улиц Аргенбекова и Утигенова. Здесь столкнулись два грузовика – автомашины КамАЗ и Хова. Несмотря на сильный удар в аварии, никто не пострадал. Я был в магазине и услышал сильный удар. Вышел, вижу, две грузовые машины столкнулись. Кто-то из них повернул слева, кто точно не понял. Хорошо, что в КамАЗе не было пассажира, а был только водитель. Иначе пассажир бы погиб. Удар был с пассажирской стороны. Сколько вам лет вы учитесь? На каком курсе? На первом? Почему здесь находитесь в позднее время? Знаете, что несовершеннолетним нельзя находиться в увеселительных заведениях после 22.00 часов? Сотрудники местной полиции в ходе очередного рейда в одной из городских игротек задержали двух несовершеннолетних подростков, находившихся после 10 часов вечера без присутствия взрослых. Теперь полицейские намерены привлечь родителей несовершеннолетних к административной ответственности. Материалы дела будут переданы в суд. Продолжение следует...